Браки по любви В случае развода брачные договоры помогают супругам избежать изнурительных тяжб при разделе имущества. Казахстанцы это поняли давно и потому количество таких брачных контрактов ежегодно растет. По статистике, каждая пятнадцатая семейная пара договор подписывает. В первую очередь мне хотелось подарить своей супруге уверенность в наших отношениях, потому что сейчас 21 век и каждая женщина тоже любит и хочет построить карьеру. И через этот брачный договор я хотел ей дать уверенность в том, что быть моей женой и растить моих детей – это тоже очень финансово успешная и выгодная карьера. Заключение брачного контракта – это дополнительная гарантия для женщины, возможность позаботиться о материальном обеспечении своих детей. Но, как правило, на сделку с супругом идут те, у кого есть что делить. Если на момент вступления в брак вы уже обладаете имуществом или бизнесом, но через какое-то время решили развестись, брачный договор поможет сохранить от раздела собственность. Брачный договор можно заключить как до регистрации брака, так и после регистрации брака. При этом необходимо отметить, что тот брачный договор, который был заключен до регистрации брака, вступает в действие, а с момента, в день государственной регистрации брака. Предложение о заключении брачного договора вызывает у некоторых сомнение и недоверие. Многие считают, что с моральной точки зрения это неправильно. Однако жизнь показывает, что контракт между супругами может решить в дальнейшем многие проблемы. Инициатором был супруг, меня это очень удивило. Я усомнилась в правильности решения, но в итоге, после того, как я ознакомилась, почитала, посмотрела в интернете, узнала статистику на сегодняшний день, насколько большой процент во всем мире это делает, и все счастливо при том живут. А совместным решением это было в итоге. Кстати, кроме материальных обязательств и имущества, в брачном договоре больше ничего не оговаривается. По наблюдениям юристов, чаще всего подобные контракты заключают те, у кого есть печальный опыт долгого и скандального бракоразводного процесса.